Первый вопрос, который стоял на повестке заседания облсполкома, касался хода выполнения поручений главы государства и правительства по модернизации организации предприятий. В целом Брещина с поставленными задачами справляется. Об этом говорят итоги работы за первое полугодие. С января по июнь в эксплуатацию введено 14 зерносушильных комплексов. На 350 единиц пополнился строй сельскохозяйственной техники. Завершена реконструкция двух молочно-товарных ферм. И это далеко не полный перечень проведенных работ, которые формируют положительную динамику развития региона. Однако есть и ряд существенных недоработок в деятельности отдельных районов и субъектов хозяйствования, серьезно тормозящих процесс модификации. Планы модернизации в целом выполняются. Вместе с тем динамичный рост во многом зависит от промышленного сектора, развития нашей сельскохозяйственной отрасли, а также городов Брестской области. Если в целом в области темп роста выручки на одного среднесписочного работника составил за первое полугодие 115%, то в промышленности он 112%, а по городу Бресту 111%. Такого прироста оказалось недостаточно, и мы не выполнили задания первого полугодия 2014 года. Выручка на одного среднесписочного работника за МВА июль составила 227,5 миллионов и прогнозе 235,9. Затраты на рубль произведенной продукции в целом по области за первое полугодие не изменились, но если в сельском хозяйстве и строительстве они сократились на 1,2%, то в промышленности увеличились на 0,6%, в торговле прирост порядка 3,2%. На сегодня мы наблюдаем некоторую пассивность регионов и областных организаций по вопросам внедрения экономической модернизации. Также нас не устраивает качество подготовки аналитических материалов, которые мы запрашиваем и получаем ответы. А это свидетельствует либо о формальном подходе к поставленным задачам, либо о неспособности выполнять данную работу. Стоит отметить тот факт, что сегодня проведение только технического переоснащения не может в полной мере гарантировать выполнение поставленных задач. Особенно если учесть, что с начала 2013 года на усовершенствование материально-технической базы действующих в области предприятий уже было направлено более 9 триллионов белорусских рублей. Развивать нужно технологическую составляющую, связанную с выпуском конкурентоспособной продукции с минимальным уровнем затрат и высокой добавленной стоимостью. А для этого необходимы скорее интеллектуальные, чем финансовые вливания. Не обязательно вкладывать какие-то большие средства для модернизации какой-то линии технологической или в общем целом переустройства производства. Но она предусматривает, во-первых, реализацию тех мероприятий, которые мы называем снижение затрат, где у нас не поджатый край работы. Это соблюдение технологий производства и внедрения новых систем управления ресурсами и обеспечения эффективности вложенных в финансовые средства. Это вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество и передача непрофильных активов. Это увеличение продуктивности производства и эффективности в различных направлениях. И можно было бы еще много перечислять тех мероприятий, которые не требуют абсолютно финансовых вложений, а которые требуют просто очень скрупулезной системной и конкретной работы. Решение, резюмирующее рассмотрение данного вопроса, включает в себя разработку стратегии по внедрению механизмов экономической модернизации на 2014-2015 годы. Основа концепции – технологическая оптимизация структуры производственных служб и самого производства. Предприятия, ее внедряющие, будут отчитываться о проделанной работе ежеквартально. Второй вопрос заседания областного исполнительного комитета был посвящен ходу реализации мероприятий в рамках государственной программы «Чистая вода». Старт проекту был дан в 2011 году и сегодня практически все показатели приблизились к доведенным. Однако работы по созданию системы водоснабжения будут продолжены уже к концу 2015-го. 100% городского населения может быть централизованно обеспечено чистой водой. Мы первые в стране в следующем году смогли бы обеспечить 100% городского населения централизованным водоснабжением, отвечающим всем требованиям САНПИР. Для этого в 2015 году необходимо построить 92,5 километров уличных водопроводов. Из 222 агрогородков в Брестской области 100 агрогородков имеют обеспеченность централизованным водоснабжением населения 80 и более процентов. 7 из 16 районов выполнили этот показатель. Для выполнения его по оставшимся 9 районам необходимо построить не менее 134,5 километров сетей. Третий вопрос, обсужденный в рамках заседания, касался сокращения объемов сверхнормативного незавершенного строительства, запланированного в рамках программы на 2011-2015 годы. Проектом было предусмотрено выполнение мероприятий чуть более чем по 1100 объектам. Однако практически сразу наметилась и отрицательная тенденция по серьезному приросту долгостроев. Список за это время пополнила 1671 незавершенная стройка. Проведенные работы позволили уменьшить общую цифру, но это еще не окончательный результат. Особое внимание на проблему стоит обратить в Ляховическом и Ганцевическом районах, а также в городе Бресте. В целом, за время реализации этих мероприятий в области удалось сократить количество незавершенных объектов с 1124 до 755 по итогам полугодия текущего года. Положительная динамика сокращения этих объектов достигнута всеми городами районной области, за исключением города Бреста. Здесь на один объект мы приросли за этот период. И то, можно сказать, по той работе, которая проводилась на стадии статокчетности. Этого могли бы избежать. Что касается Ляховического района, на один объект приросли, и по Ганцевическому с 9 до 23 возросло количество незавершенных объектов. Подводя итог совещания, губернатор региона Константин Сумр еще раз обратил внимание на значимость, инициативность и желание работать. В первую очередь, у самих руководителей предприятий и организаций, а также представителей власти на местах. Зачастую именно их грамотная деятельность, активность и взаимодействие между собой при решении стоящих проблем и задач – основа продуктивной работы сегодня и залог стабильного развития в будущем. Любой руководитель должен оценить само себя, насколько он справляется с той или другой работой. Насколько он дорабатывает все это. Я еще раз хочу сказать, делается много у нас в области. Но когда начинаешь смотреть, сколько у нас этих разных проблем, именно за то, что мы не доходим туда, не смотрим на их и так далее. Но тогда возникает только один вопрос – право президента, когда дав такое задание, разработать такой проект, который ужесточает любой спрос, начиная с председателя обе сполкома и кончая всеми остальными. А по-другому нельзя.